Что такое питы? Что это вообще за зверь такой в Польше? В какие сроки необходимо подать декларацию? Как правильно подать налоговую декларацию? Как ее правильно просчитать? И как сделать так, чтобы получить больший возврат от государства? Ребята, всем привет! Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Надежда, и я со своей семьей живу в Варшаве, столице Польши, уже третий год. Подпишитесь на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. С вас лайк, а я буду начинать. Что же такое пит? Под аббревиатурой пит скрывается большинство налоговых документов больше. Их разновидности определяются цифровыми, иногда с буквенными обозначениями. Наиболее распространенные это пит 11, пит 36 и пит 37. Существует огромное количество питов, зависящих от нюансов налогообложения. Самые распространенные в Польше это пит 11, пит 36 и пит 37. В этом видео я расскажу вам именно про пит 11 и пит 37. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что формуляр заполнения налоговой декларации каждый год меняется. Поэтому обязательно проверяйте правила заполнения и сам вид налоговой декларации. Итак, пит 11 и пит 37. Что же это за питы такие и какая между ними разница? Пит 11 это налоговый документ, который формирует работодатель ежегодно в двух экземплярах. Для налоговой и для работника. Или для вас. Пит 11 вы получите только в том случае, если вы являетесь налоговым резидентом страны. Что это означает? Если вы проработали в Польше больше чем 183 дня за год, тогда вы являетесь налоговым резидентом страны. И соответственно вы получаете от своего работодателя налоговую декларацию форма Пит 11. Если же вы проработали в Польше меньше 183 дней за предыдущий год соответственно, тогда ваш работодатель обязан вам выдать налоговую декларацию формой ИФТ 1 и ИФТ 1Р. Кстати, в Пит 11 указывается место проживания налогоплательщика в Польше. Налоговые отчисления в Польше считаются как бы авансовыми. Никто в точности до копеек не может начислить вам налог. Поэтому есть такая некая формула, по которой бухгалтерия отчисляет налоги за вас на протяжении целого года. И на следующий год, по окончанию рабочего года, вы получаете вот такой вот документ в форме Пит 11, по которому уже исчисляется сколько было за вас выплачено налога и всех остальных выплат. Часто бывает такое, что работодатель мог заплатить чуть-чуть больше, соответственно, вам должны вернуть ваш налог, или, наоборот, чуть-чуть меньше, соответственно, вы должны будете доплатить необходимую сумму, чтобы рассчитаться с государством. Конечно же, о налогах идет речь, это те отчисления, которые у вас вычисляют из вашей зарплаты. Например, у вас в договоре указана зарплата бута, из нее вычисляются налоги, социальные взносы, нет страхования и остальные взносы, и на руки вы получаете уже зарплату на это. И вот эту разницу, которую вы недополучили, это все отчисляет ваш работодатель, и уже в конце года можно все это пересчитать, свериться. В общем, сейчас я все об этом расскажу. Что же происходит дальше? Вы получили от своего работодателя ПИД-11. Теперь вы обязаны заполнить налоговую декларацию формата ПИД-37. Что же такое ПИД-37? Это налоговая декларация, которую заполняет уже сам работник за себя за прошлый рабочий год. К примеру, у нас сейчас 2022, значит, я должна буду заполнить ПИД-37 за 2021 год. В декларации вы указываете уровень вашего дохода за 2021 год и также уровень ваших расходов за тот же 2021 год. И этот документ вы подаете в соответствующее управление налоговой администрации. ПИД-36 – это самый демократичный налоговый формуляр. Он подается теме, кто вел предпринимательскую деятельность, кроме фермерской, либо получал доход от сдачи жилья под аренду, или работал, к примеру, за границей, но это касается только граждан Польши. Этот ПИД заполняется также теми, кто пользуется льготами, так называемый налоговый кредит. Все эти правила касаются тех граждан, которые работают в Польше легально, неважно, вы поляк, украинец или другая национальность. Речь идет о умове абрации, умове злооценения, умове джели, все, что происходит по документам. Также, если у вас есть, например, недвижимость, которую вы сдаете в аренду и так далее. Даже если у вас есть инвестиционный доход от криптовалюты или других способов дохода, если у вас есть какие-то авторские права на какой-либо проект, текст, книгу, точно так же за все это необходимо оплатить налог, подать соответствующую декларацию, соответствующую каждому виду деятельности, и, соответственно, либо вам вернут какую-то сумму, либо вы должны будете доплатить. Ну что, давайте теперь пройдемся по срокам подачи каждого налогового документа. При ПИД-11 ваш работодатель ежемесячно на протяжении года сам делает соответствующие отчисления в налоговую, в здравоохранение и так далее. Работодатель обязан предоставить ПИД в налоговую администрацию в бумажном виде до конца января, в электронном виде до конца февраля. И обязательно копию предоставить своему работнику. Если, к примеру, за отчетный год вы работали в нескольких местах у нескольких работодателей, тогда вам необходимо собрать ПИД-11 у всех своих работодателей за соответствующий год. И значение всех этих ПИД-11 вы вносите в один ПИД-37. Ваш работодатель обязан вам выдать ПИД-11 до 28 февраля следующего года. К примеру, до 28 февраля 2022 года вы должны получить ПИД-11 за 2021 год. ПИД-37. Такую декларацию необходимо подать от 15 февраля до 30 апреля текущего года за прошлый год. Но обратите внимание на такой небольшой нюанс. К примеру, в этом году 30 апреля выпадает на субботу, нерабочий день. И, соответственно, по закону сроки продлеваются до следующего рабочего дня. Значит, вам необходимо будет подать максимальную декларацию до 2 мая. Но на самом деле я вам советую так не рисковать, потому что бывают разные нюансы с загруженностью платформы, и вы просто можете не успеть подать такой внесок, потому что чаще всего и в основном внесок подаются электронным способом. И до этого же числа, до 30 апреля, вы обязаны заплатить неустойку или тот налог, который вы не доплатили, ну или, соответственно, государство вам вернет ваш налог, если вы переплатили. Напоминаю, что такую декларацию подает сам работник, даже если вы уже не находитесь на территории Польши. Декларацию Питрити Тем обязаны подавать раз в год все граждане Польши и иностранцы, которые работали в Польше больше, чем 183 дня за отчетный год. Декларацию подают абсолютно все, кто получал как зарплату, так и стипендии, пенсии. К примеру, я получала декретные выплаты, и я обязана подать налоговую декларацию Питрити Тем о своих выплатах. Хотя государство вроде бы как знает, сколько она мне выплачивала, но там есть определенный нюанс, о котором я скажу вам чуть-чуть дальше. Это касается, как забрать чуть-чуть больше, чем, возможно, тебе положено. Налоговая инспекция проверит все данные. Если нет никаких ошибок, все соответствует действительности, тогда вам вернут деньги, если вы переплатили, или, соответственно, будут ждать от вас доплаты недостающей суммы. Приятнейшая новость произошла в Польше с 2019 года, как раз период перед локдауном первым. Теперь не нужно подавать налоговые декларации в письменном виде. Все делается в электронном виде. Поверьте, это очень удобно, комфортно, быстро и понятно. И нужно стоять в очередях, куда-то ехать не знаешь куда, запомнить не знаешь как. Все есть у тебя в компьютере. Важно иметь профиль заофаны, о котором я вам уже рассказывала раньше. Еще один приятный бонус от государства. Теперь не нужно в ручном режиме вписывать все данные, все свои доходы в декларацию ПИ-37. Теперь она формируется автоматически. Все, что вам необходимо сделать, это зайти на сайт ЕПИД. Единственный нюанс, там не вычисляются все льготы, которые вам положены. К примеру, у вас есть дети, за них вам нужно будет вписать вручную льготы. Опять же, здесь есть маленький нюанс. Если вы первый раз подаете декларацию ПИ-37, тогда вам придется вводить эти данные вручную. Если вы уже подавали налоговую декларацию ПИ-37, то данные за ваших детей будут вписаны вручную. Но здесь есть тоже нюанс. К примеру, беру свой пример. Я уже подавала налоговую декларацию за 2020 год, и там у меня было вписано двое детей. В 2021 году у меня родился третий ребенок. Соответственно, его нету в данных прошлой декларации. Поэтому сейчас, когда я буду запланировать налоговую декларацию, мне нужно будет добавить третьего ребенка. Поверьте, это очень важно, так как за каждого ребенка вы получаете соответствующий возврат. И вы, и муж за тех же детей. Если я не ошибаюсь, за первого-второго ребенка возврат примерно 1200 злотых. Точную сумму я напишу ниже. А уже за третьего ребенка возврат около 2000 злотых. За четвертого выше, и, соответственно, за каждого следующего ребенка возврат выше. Получается, за первого 1200, за второго 1200 и за третьего 2. В своем влоге, когда придет время заполнять декларацию, я обязательно покажу сумму, которую мне выпила программа. Итак, каким образом вы получаете ПИД-11 от своего работодателя? Очень важно, чтобы это был документ с мокрой печатью. В последнее время работодатели любят отправлять электронным вариантом ПИД-11. Но такой документ является недействительным, если он не был подписан электронной подписью. Здесь есть много трудностей, потому что для того, чтобы поставить электронную подпись на документ при получении ПИД-11 на почте, вам нужно иметь какую-то соответствующую программу. Я не буду вам сейчас засорять этим мыслей. Просто хочу вам сказать, что ваш работодатель обязан вам предоставить ПИД-11 под роспись. Обычно это ваша живая роспись. Либо, если вы, к примеру, уже не работаете на той работе, вы переехали в другой город или вы вообще уже не живете в Польше, тогда ваш работодатель обязан выслать вам ПИД-11 почтой с уведомлением. То есть вам принесут письмо либо домой под подпись, и вот это будет являться подписью, либо вы пойдете на почту, покажете свой личный документ, и тогда поставите подпись, что вы получили письмо, только после этого вам отдадут ваше письмо. Ну, либо лично вы идете в бухгалтерию и забираете в бухгалтерию, и опять же ставите свою подпись. Сейчас немножко расскажу вам о цифрах. Итак, какие налоги платят Польша с зарплатой или со ставки? В Польше существует такое понятие, как налоговый порог. Это некая сумма дохода в год, от которой и зависит размер налога. К примеру, ситуация в 2021 году выглядела так. Если суммарный доход за 2021 год не превышал 85 528 злотых, тогда налог для физлица составляет 17%. Если же сумма превышает этот порог, тогда устанавливается фиксированная выплата. В сумме 13 983 злотых 74 гроша, а также взимается 32% с той суммы, которая перешла порог 85 528 злотых. К примеру, у вас вышло 100 000, тогда вот эту разницу между 85 и 100, с этой суммой вам нужно будет заплатить еще 32%. Здесь есть один секрет, как этого не сделать, расскажу позже. В 2022 году шкала налогообложения значительно поменялась. К примеру, при доходе до 30 000 злотых эта сумма вообще не облагается налогом. При доходе до 120 000 злотых, бруто, соответственно, и там, и там, кстати, взимается налог в размере 17%, при доходе выше 120 000 злотых, появляется фиксированная сумма 15 300 злотых, плюс налог 32% от той суммы, которая пошла выше 120 000 злотых. Кому не нужно заполнять налоговую декларацию ПИТ-37? Не нужно заполнять только неналоговым резидентам. Тем, кто проработал в Польше суммарно за год, меньше 183 дней. От своего работодателя вы получите налоговую декларацию формата EFT-1 или EFT-1M. Хочу обратить ваше внимание, недостаточно просто заполнить налоговую декларацию ПИТ-37, ее нужно еще и подписать и отправить в соответствующее управление налоговой администрации. И сделать это можно следующими способами. Лично распечатать формуляр ПИТ-37 в двух экземплярах, заполнить его и занести в Ужонск-Карбовый по месту вашего жительства. В налоговой вашу декларацию проверят на ошибки и поставят печать, если все хорошо. Один экземпляр они оставят себе и один экземпляр, соответственно, они отдадут вам. Это очень важно. Налоговые декларации вы должны хранить в распечатанном виде 5 лет. Ну и второй самый удобный, самый комфортный способ это онлайн. Декларацию мы заполняем на сайте ЕПИТ. Обязательно проверьте правильность написания вашего электронного адреса, потому что именно на него придет подтверждение получения налоговой вашей декларации. Так называемое УПО. Без данного подтверждения ПИТ-37 является недействительным. Кстати, эта ситуация была со мной в прошлом году, у нее очень быстро есть правило. Знаете, почему я поняла, что что-то не так? Очень долго я не получала выплаты, прям очень долго. И я решила зайти на сайт, проверить. Там есть такое, как подписать и отправить. Я сделала подписать, но не нажала вышли. Как-то вот я потерялась, сложный на самом деле, когда ты только приезжаешь в страну, начинаешь изучать архитектуру построения сайта, достаточно они специфические в соответствии с украинскими сайтами. Поэтому я просто не нажала эту кнопочку, и я не могла понять, почему я не получаю свои деньги. Ну вот, на своих ошибках учись. Дальше после того, как вы отправили такую декларацию в электронном варианте, вы должны обязательно ее распечатать и хранить в письменном виде. У меня она где-то есть. Потом эта декларация вам понадобится. Если вы захотите сделать, к примеру, карты варшавяка, есть соответствующая карта в Варшаве, вам понадобится именно распечатанная вот эта декларация. Ну что, поговорим о приятном. Какой налог можно вернуть? Если у вас есть дети, неважно, они живут в Польше, они живут в Украине, в Беларуси, в другой стране, это не важно. Вы их указываете в налоговой декларации. Заполняете соответствующие окошки. К примеру, если у ребенка есть ПС, вы вписываете ПС, если ПС или нет, тогда вы вписываете данные соответствующего документа. Обычно это вписывается в данные с экрана паспорта. И за каждого ребенка, который находится на вашем содержании, вы получаете определенный возврат. Опять же, из перерасчетов, из суммы вашего общего дохода на год, если бы оно не превысило 8 порога, 85,538 за прошлый год, тогда вам за каждого ребенка должны будут вернуть, за первого ребенка вам вернут 1112 злотых 4 гроша, за второго ребенка вам вернут такую же сумму, плюс за первого, 1012 злотых 4 гроша, соответственно, умножаем до 2, уже знаем сумму возврата. За третьего ребенка вы получаете возврат уже 2000 злотых 4 гроши, соответственно, если у вас трое детей, суммарно вы получите возврат 4224 злотых 12 гроши. Ну, приятненько, однозначно. И здесь есть интересный момент. Получите и вы, если вы работали на территории Польши, и ваш муж, если он тоже работал на территории Польши, является налоговым президентом. Есть еще одна льгота, на которую имеет право абсолютно каждый. Кстати, об этой льготе я не услышала абсолютно ни в каком видео. Я пересмотрела очень много видео на ютубе, на эту тему, соответственно. И даже видео бухгалтеров, которые работают в Польше, и почему-то ни один из них не рассказал о таком секретном секрете. Я делюсь с вами. Вы также можете сделать возврат налога за интернет. Здесь есть нюансы. Слушайте меня внимательно. За интернет вы можете получить возврат не больше 760 злотых. Тут сложно сказать, какую именно сумму вы получите. Но важно, чтобы интернет был именно на вас. Если вы подаете свою налоговую декларацию к их 37, значит, вы за интернет тоже должны были платить. К примеру, интернет дома или на телефоне мобильном тоже является доказательством. И второй момент. За интернет вы можете вернуть, только заполнив налоговую декларацию два года подряд. К примеру, сейчас, в 2022 году, вы будете заполнять декларацию на 2021 год, вы указываете расходы на интернет, что они у вас были, и, соответственно, вам государство возвращает определенную сумму денег, но не выше 760 злотых. В 2023 году, когда вы будете заполнять декларацию, не забудьте еще раз указать расходы на интернет, и вам повторно вернут определенную сумму денег. Но если вы захотите вернуть за интернет, за 2021 год, ну вот сейчас у вас это получится, потом вы забудете рассчитать в ПИК 37 за 2022 год интернет, и когда вы в 2024 году будете подавать ПИК 37 за 2023 год, и вдруг вы вспомните за интернет, вы уже не сможете вернуть за этот год деньги. Получится только за один год. Поэтому обязательно запомните этот момент. Если вы вдруг уже подавали много раз налоговую декларацию, вы не указывали такую льготу, пожалуйста, не важно, когда вы начнете указывать расходы за интернет, но важно, чтобы эти два года шли рядышком. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, знали ли вы о такой льготе, или, возможно, я первая, кто вам об этом расскажет. На самом деле, если вы работаете с бухгалтером, или вы работаете, если вы работаете на фирме, это весь бухгалтер, по идее, они должны были вам об этом секретике рассказать. Но я знаю, что мой Валера уже дольше здесь, в Польше, подает декларации. Первый раз он платил бухгалтеру за то, чтобы ему оформили эту декларацию. И ему туда не вписали интернет. Этот секретный секрет я узнала совершенно случайно, тоже у одного бухгалтера. Делюсь с вами, бесплатно, кстати, за лайк. Давайте так, делюсь с вами этой информацией за лайк и подписку, если вы не подписаны на канал. Ну, еще можете порекомендовать это видео своим друзьям и знакомым, потому что реально об этом никто не рассказывает почему-то. Итак, каким способом вы получите возврат своих денег? Это может быть почтовый перевод, очень редко этим пользуются здесь. И это чаще всего перевод на вашу банковскую карту. При заполнении внески вы просто указываете традиционный перевод, либо перевод на конто, и вы прописываете нам конто. Конто – это много-много-много цифр. Как сделать так, чтобы не переплачивать налог, чтобы не выйти за пределы налогового порога? К примеру, если ваш муж заработал больше, чем налоговый порог 85 тысяч, а вы заработали значительно меньше, тогда стоит вашему мужу свою налоговую декларацию 537 вписать вас и детей соответственно. Тогда сумма дохода суммируется вся и делится на всех членов семьи, которых попадали в декларацию. Если сумма не доходит до налогового порога, рекомендую вам заполнять отдельно на каждого, потому что сумма возврата будет больше. Если вы с минимальными, допустим, зарплатами в Польше впишите всех в один ПИД, ну, тогда вы получите возврат только один раз за детей. Ну, ПИД 1. ПИД 37 1 заполняется, значит возврат 1. Если ПИД 37 заполняется двумя родителями, тогда каждый получит возврат на ребёнка, но при условии, что вы не переходите налоговый порог. Ещё один маленький нюанс хочу рассказать от себя. Я совершенно недавно была на конференции, кто следил за моим блогом, он видел. Конференция, посвящённая легализации и иммиграции в Польшу. Там я узнала один такой нюансик. Это что касается ипотеки в дальнейшем. Ну, как в дальнейшем? В общем, к примеру, в 2022 году вы захотите взять ипотеку. И вы... Там есть нюансы по ипотеке. Опять же-таки не буду сейчас углубляться в эту тему. Возможно, когда-то я о ней расскажу, сколько я знаю. Я не консультант, не эксперт в этом, но поделюсь тем, что знаю я. Если, к примеру, вы захотите в 2022 году брать ипотеку, и вам нужно будет оформлять... Ну, в общем, доходов вам не будет хватать. Плюс у вас есть жена, дети. Это ещё меньше ваша кредитную способность показывает. Да, вы будете указывать себя как одного. То есть, на это реально заполняется соответствующий документ, что вы не содержите жену и детей, они отдельно, вы отдельно. Тогда ваша кредитная способность выше является. Но тут есть нюанс. Если вы вдруг указываете, что вы сами по себе, но в ПИТ-37 вы указали, что у вас есть на содержании дети ещё и супруга, тогда ждите отказ. И, ну, это будет неприятная история на самом деле, потому что вы хотели соврать. Не стоит этого делать. Тут будет очень внимательно. Если вы планируете это сделать, подумайте, чем стоит рисковать? Не указать детей и не дополучить возврата за детей в ПИТ-37. Или всё-таки указать детей, но тогда и те, и все семьи. Потому что всё это могут проверить. Ну, не стопроцентно, но возможно. Особенно, если вы указываете, что вы за женой содержитесь разными финансами. Потому что в Польше очень хорошо знаете, что по польским законам, если у вас польское свидетельство о браке, тогда да, вы можете нотариально заполнить такой документ. И тогда вы считаетесь финансово отдельно, жена финансово отдельно. Если вы его заполнили. Но в Украине не существует закона, который разрешает вот так вот нотариально оформить документ, что вы каждый сам за себя. Поэтому, если вы этот документ оформили в Польше, но по украинским законам вы имеете право в Польше отсадить имущество, потому что всё, что было приобретено в момент семьи, делится на всех. В общем, не буду вас сейчас путать, но есть такой интересный нюанс. Если вам интересна эта тема, ставьте лайки, пишите в комментариях, тогда я попробую собрать больше информации на эту тему и вам рассказать. Ну и напоследок, немножко вас попугать. Что вас ждёт, если вы не уплатите налог, который вы обязаны доплатить из ваших перерасчётов, либо у вас будет задержка по уплате. Тут санкции уже зависят от того, какая ситуация и какой срок задержки. Если вы сами задекларируете свои нарушения, согласитесь с ними, тогда вас ждёт небольшой процент от суммы невыплаченных налогов. Подача после установленного срока выплата в размере нескольких сотен злот. И третье, если при выявлении нарушения налоговыми органами возбуждается на вас дело, проводится расследование с передачей этого дела в суд, который и определяет наказание, вас может ждать наказание вплоть до решения свободы. Ну что ж, ребят, на этом у меня всё. Надеюсь, моё видео было для вас полезным, информативным, и вы узнали даже некоторые секретные секреты. Благодарите меня за мою работу, за мой труд, за информацию, которую я предоставляю вам абсолютно бесплатно, за которую я плачу деньги, чтобы её узнать и поделиться с вами. Всё, что вам необходимо сделать, поставить лайк. Это самый лучший способ помочь моему каналу и этому видео продвигаться в топ Ютуба. Подпишитесь на мой канал, если вы вдруг этого ещё не сделали, отрекомендуйте это видео своим друзьям и знакомым, особенно если они работают или работают в 2021 году в Польше. Спасибо, что вы со мной. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok